Привет всем, кто заглянул на мой канал. Я вам очень рада. Сегодня хочу показать вам свой первый весенний заказ. Это розы, сербский питомник Топалович. Заказала я их в своем любимом подворье. Заказала в ноябре и вчера ездила за ними сама. Ну, я люблю на самом деле все это делать самовывозом. Есть, конечно, возможность, поскольку я все-таки в Москве живу. Вот. Ну, в общем, в любом случае, когда приезжаешь в садовый центр, чувствуешь прям какую-то весну, настроение поднимается. Ну, в общем, все замечательно. Вот. Значит, ну вот в таких коробочках у них заказы приходят. Даже если они рассылают, ну, такие вот коробочки. Вот. В этот раз я заказала две розы от Топаловича. Это Лихткёниген Лючия и роза Эльф. Дело в том, что в прошлом году, я уже рассказывала, у меня была первая попытка посадить розы из этого питомника. Было у меня пять штук. Я их посадила. Все они показали себя совершенно замечательно. Росли, цвели. Все очень неплохо. Я поняла, что с этими розами можно общаться, иметь дело. Единственное, что такой щепетильный момент, зима. Мои розы зимуют без укрытия, все без исключения. Но хотела такой эксперимент провести и над этими розами. Но вот эта бесснежная зима, я не знаю, что она мне преподнесет. Выживут ли они вообще. Поэтому решила, что называется, пока не расходиться. И купила всего два сорта. Хотя соблазн, конечно, там большой. Потому что работают они по лицензии от Кордеса, Тантао, французских питомников. То есть, как бы, ну, хорошие, хорошие розы, на самом деле, они делают. Вот. Что хотела сказать. Конечно, много лет я в подворье покупаю и розы, и другие какие-то саженцы. Не призываю никого, на самом деле, именно в этом питомнике покупать. Но мне он очень нравится за определенное количество лет или там при определенной покупке на определенную сумму. У меня уже, конечно, скидка там 15%. Это максимальная скидка. Поэтому вот роза, которая, допустим, 450 рублей стоила, она мне обошлась в 382 рубля. Роза, которая 400 рублей, в 340 рублей. Цены вполне приемлемые. И, зная то, что, в общем-то, очень большой процент того, что эти розы без пересорта, ну, в общем, цена вообще очень даже хорошая. Вот. Так что будем сажать. Будем смотреть дальше и наблюдать за розами Топаловича. Вот что еще хотела бы сказать. Насколько все-таки полезно заходить на другие каналы и смотреть, как развиваются розы. Я, например, прежде чем посадить любую розу любого сорта, хочу видеть ее не только в каталоге. Я хочу видеть ее, конечно, в цветении. И частенько захожу на каналы к девочкам, которые выращивают различные розы. И вот про эльфа, ну, говорить даже нечего. Он мне нравился очень давно. Еще лет, наверное, 15 назад. Потому что это старая роза. Но у меня как-то до него руки не доходили. Потому что в основном я приобретала остинки. Ну, и когда купишь там кустов 10, уже даже 11, это, ну, в напряг, что называется, сажать его даже. Это все равно, в общем, труд и немалый. Но вот когда он появился по такой цене и у Топаловича, вот уже, как говорится, не было вариантов. Надо было брать. А вот роза Лихт Кёниген-Лючея, еще так сложно выговаривается. Честно говоря, ее пролистывала в каталогах и мало у кого видела в цветении. То есть мало. Хотя роза старая, 66-го года рождения. Ну, как-то вот незамеченная она у меня прошла. Не там, не там. И заходила я не раз на канал Галина Прибалтийский сад. Мне очень нравится эта девочка. Ну, в смысле, ее сад вообще просто очарование. Вы знаете, бывает такое, что вот ты смотришь на чужой сад и думаешь, господи, я бы, наверное, скопировала все. Все до единого там кустика и деревца, потому что настолько все со вкусом сделано. Младец, Галя. Вот. И вот именно у нее и еще на каком-то канале, который я что-то теперь не могу найти, вот я увидела именно эту розу. Настолько была она удачно с чем-то посажена рядом. Ну, вот какая-то такая гармония была, что вот просто она очень выигрывала. И я поняла, что вот все, вот точно я ее хочу иметь. Тем более у меня пару роз с такими раскрытыми цветами есть. У меня есть Жаклен Дюпри, француженка белая, и Лесиль. Вернее, нет, та, по-моему, английская, да. А Лесиль француженка, такого ало-оранжевого цвета. И я хотела такую же раскрытую розу, Шраб, но с другим цветом. А поскольку желтые розы люблю, вот, вот решила этот куст тоже себе приобрести. Ну, на самом деле он тоже достаточно популярный. Пока вот он есть в продаже в подворье. Вот, что еще хотела сказать. Ну, вот относительно подворья, я еще раз повторяюсь, очень порядочный, что называется, центр. Мало того, что у них ассортимент хороший, цены, в общем-то, не больше и не меньше, чем у других, но хорошие действительно саженцы, качественные. Но вот по поводу других интернет-магазинов и прочих-прочих дел, я, конечно, за свой многолетний опыт пыталась на кого-то, может быть, другого сориентироваться. Или найти где-то, может быть, то же самое по меньшим ценам, но на самом деле все заканчивалось каким-то провалом. Были разочарования, но, в общем, сплошные. В последнее время вот тоже захожу иногда на сайт и слышу, девчонки делятся впечатлением, где они покупают розы, где заказывают. И очень часто вот в этих видео или даже просто в рекламе очень часто мелькает интернет-магазин Бекер. Ну, я когда-то заходила на их сайт, смотрела и поняла, что больше заходить не буду. Ну, прошло уже много лет, думаю, ну, наверное, надо зайти. И вот вчера утром, ну, как бы был момент, думаю, дай-ка я зайду, посмотрю, ну, какой же у них ассортимент и цены. Ой, вы знаете, зашла, ну, просто расстроилась. Расстроилась из-за чего? Не из-за себя, нет. Я вот второй раз зашла и больше точно заходить не буду. Но мне очень жаль наших покупателей, которых просто обманывают. Ну, вот в самом начале, что называется. Я вот, знаете, не знаю, эмоции переполнять даже сформулировать сразу не могу. Обман начинается уже с самого начала. Вот просто заходишь в каталог, значит, набираешь розы в поиске, ну, то, что больше всего интересует. И начинается разочарование. Вот я, знаете, на старый телефон даже сняла, сейчас я вам покажу, вот это безобразие, но не удержалась. Вот они предлагают розу. Роза плетистая, зеленая. За 249 рублей. Ну, типа, скидка, хорошее такое, хорошее предложение. Вот эта фотография, это фотография из старого каталога Кардеса, та же самая роза эльф. Вот, да, роза зелено-белого оттенка цветы, но это не значит, что она называется зеленая. Вот они взяли ее и назвали. Может быть, это есть такой сорт зеленая, может быть. Но не помещайте фотографию фирменного каталога Кардес. Просто безобразие. Обман, я считаю, что обман. Дальше. Ну, это вообще я прям подскочила. Роза у них называется английская Pink Lady. Ой, люди мои добрые. Это фотография розы Young Lucidus. Вот видите, да, один в один. Да, английская роза, но Young Lucidus. А люди у них купят эту розу, там, за какие-то 300 рублей, да, и будут всем доказывать, что она называется Pink Lady. Ну, те, кто вот просто, ну, знаете, не сведущ в этих делах. Дальше. Роза английская Lady Emma Hamilton. Милые мои, так и хочется сказать. Lady Emma Hamilton. Вообще другой цветок, другой оттенок. Что эти безобразники сделали? Они поместили новинку, фотографию новинки дама Джуди Денч. То есть, понимаете, да? Ну, я не знаю, вот меня такие вещи просто убивают. Вот это вот, ну, я считаю, даже хамство какое-то по отношению к покупателю. Дальше. Роза английская. Charles Austin. Это баскобыль. Это баскобыль. Вот, ну, и такой последний штришок. А, нет, тут я уже как бы убрала это дело. Ну, в общем, там просто неграмотный перевод был. Ой, вот и думаю. Ну, что это вот за хамство? Я не понимаю. Я, конечно, у меня тоже, к сожалению или к счастью, был опыт работы в торговле. Ну, не в такой торговле, там прям конкретно. Я была консультантом на очень хорошей интерьерной выставке. 13 лет. Ну, вы знаете, это прям вот опыт очень полезный. Я после этого, к сожалению, к сожалению, очень плохо, как бы, как не то, что плохо, очень медленно и тщательно подхожу к покупкам. Потому что нас настолько обманывают везде и всюду. Понимаете? Ну, просто я не знаю. Вот этим розам, которые были в их каталоге, там у них и цена-то, может быть, 120 рублей. А они их продают типа со скидкой. В общем, 500 они стоили, а продают дешевле. Может быть, там вообще пересорт. Ни фотографии не соответствуют, ни названия, ничего. Поэтому, знаете, вот я говорю, я живу по принципу. Скупой платит дважды. Пробовала, я говорю еще раз, менять подворье на что-то. Не то, что менять, а докупать что-то там, чего я не смогла, купить не успела. Но я говорю, сплошное разочарование. Не призываю никого, не рекламирую этот торговый центр. Но хотелось бы, знаете, посоветовать, прежде чем подойти к покупке любого посадочного материала, изучите всю информацию и не смотрите отзывы на самом сайте, который продает что-то, а смотрите независимые сайты. Кстати, вот этот бэкер, значит, на своем сайте у него из пяти звездочек он себе, значит, нарисовал, по-моему, четыре или четыре с половиной, в общем, поставил звездочки. А когда ты заходишь, допустим, на другой сайт, есть такой отзовик сайт или еще какой-то, то есть независимые. Там, дай бог, один из семь или двоечка из пяти звезд присвоено, потому что безобразие сплошной и обман. Вот, так что подходите внимательно, пусть у вас будет рост меньше, но лучшего качества, чем вы будете просто обманывать, а вы будете обманываться. Не давайте себя обманывать. Такой совет. Ну ладно, все, пока. Да, кстати, вы знаете, прошу прощения, я пока не буду развертывать эти саженцы, потому что завтра хочу их повезти на дачу. В общем-то, сейчас, честно говоря, некогда этим заниматься, вот. Но я так на ощупь посмотрела, то есть там корневая система, ну, где-то такого же размера, как высота вот этих саженцев. Вот, так сказать, почечки такие масенькие-масенькие, прям, ну, хорошенькие, то есть еще вот прям еле-еле проклевываются. И корешки такие, ну, вот, вполне, вполне такие приемлемые по размеру. Хотя, я говорю, я не жду от топалыча какой-то такой вот очень развитой корневой системы. Но все равно приживаемость, приживаемость очень была неплохая. Вот, когда буду сажать, я тогда разверну, покажу. Вот, все увидите. Ну, все, до следующих видео. Пока-пока. Продолжение следует.